Привет, интернет! С вами Андрей из Австралии и сегодня поговорим про деньги, новые деньги. Думаете, зачем я говорю про австралийские деньги? На самом деле это, скорее всего, будет касаться вас тоже в каком-то плане в скором времени. То есть я рассказывал в прошлых сериях, что в августе прошел закон по поводу Феда, то есть Федеральный резервный банк Америки, по поводу онлайн-денег 24 на 7. И, в принципе, насколько я уже слышал, есть слухи, что в Китае тоже уже переходят на электронный юань. То есть, в принципе, я так думаю, все это дело будут продвигать сейчас везде. То есть они будут, хотят вот этот вирус, по большому счету, это как бы, по сути дела, вирус нафиг не нужен, да? По сути дела, это как бы принудить вас к этой системе, к электронным деньгам. То есть в чем прикол? Сейчас больше данных появилось по поводу этого Федерального банка. То есть они создадут, ну если там у вас какой-то банк-аккаунт, да? Они создадут еще параллельный аккаунт, который будет напрямую связан с Федеральным банком, да? А вот, то есть сколько людей там в США, да, сколько же приблизительно будет баланс вот этого Федерального банка, да? Ну, понятное дело, что больше, но грубо говоря, да? А вот. И по сути дела, это будут UBI, да, то есть Universal Basic Income, безусловный доход. То есть вам будут давать деньги, чтобы вы там, грубо говоря, не вякали. Ну, понятно дело, что сейчас там роботы все замещают, да, то есть скоро водители особо не нужны будут. Я не знаю, может быть, там повара уже не нужны будут, по большому счету, в принципе, все можно делать автоматически, да? Ну и тому подобное. Ага, вот. В чем прикол, то есть сейчас практически все миллиардеры, они ратуются вот это вот дело, да, Universal Basic Income. Казалось бы, социализм, да, то есть всем бабки. Думаете, они такие добрые и хорошие? На самом деле нет. По большому счету, все это будет уложиться на государство, да? Хотя, в принципе, федеральный банк-то, это не государственный банк, на самом деле, это и государственный банк. Ладно, об этом мало кто знает, но неважно, да? Грубо говоря, за счет налогов и так далее будет все это дело оплачиваться. Вернее, даже не за счет налогов, позже расскажу. А, вот. Но, по сути дела, люди будут получать эти деньги, да? И, соответственно, они эти деньги будут тратить. Соответственно, компании такие, как Amazon, там, да, eBay и тому подобное, они будут очень даже хорошо профитировать. И, естественно, они будут тратить за то, чтобы Universal Basic Income прошел через Сенат, ну, и дальше во всем мире, вот, соответственно. Вот, но, если у вас аккаунт привязан к вот этому федеральному банку, да? То есть, по большому счету, тогда, в принципе, и банки-то уже не нужны, да? То есть, их идея, вообще-то, привязать все к одному банку. То есть, они хотят, я так думаю, сначала это будет, как бы, параллельный аккаунт, а потом просто-напросто они кинут все банки, ну, извините, сори. Сейчас Бэл-Ин, как-то, не будем делать для вас. И, по сути дела, все банки, скорее всего, обанкротятся. Вот. Обанкротятся банки, соответственно, вы переведите свои деньги на вот этот вот аккаунт. И тогда у вас получается, что? У вас получается Орловская система, где будет контроль за каждым вашим шагом, да? То есть, сходили вы, купили кофе, об этом система знает. Сходили вы там, заплатили за машину, все это знает, да? То есть, если раньше вы могли там кэшем как-то по-черному купить машину, еще что-то, то сейчас уже все это дело не получится. Ну, вот, но, еще прикол этого дела, то есть, по большому счету, это же просто виртуальные деньги, да? То есть, это не то, что там у вас там есть какой-то кусок золота, который привязан к вам, к деньгам, и, соответственно, вот именно столько вам надо добыть. Нет. Это все дело просто-напросто изменение пары ноликов, единичек и так далее. Все. То есть, по большому счету, вот эти вот налоги, да, они нафиг не нужны, по большому счету, да? То есть, зачем нужны налоги, если все можно просто-напросто печатать из этого банка? То есть, в итоге получится социальная система, да? То есть, вы берете кредит на дом или на машину, неважно. А если сейчас компании, грубо говоря, которые выдают кредит, они проверяют вашу кредитную историю, да? Как хорошо вы выплачивали там кредиты и так далее, сколько вы там зарабатываете, то сейчас, получается, все это не нужно. А что будет нужно, это social score. Помните этот китайский social score, социальный рейтинг, да? То есть, если вы будете себя вести хорошо, в рамках государства, как оно хочет, то вы будете получать хорошие кредитные скоры, и вы будете получать вот эти бесплатные плюшки, да? Ну, я думаю, любой человек не откажется от бесплатных плюшек, особенно, если ему там тысячу или две тысячи будут давать на аккаунт, да? Понятное дело, что, в принципе, если эти деньги будут давать, то, скорее всего, настолько же все и подорожает, по большому счету. Но об этом, как бы, никто не думает обычно. Вот. И, соответственно, люди, которые против системы, там, или что-то не так, у них будет очень плохой кредитный скор. Многие на Reddit, по-моему, писали, блин, да где-то же систему можно хорошо так обмануть. То есть, берешь, создаешь группу, да? Людей, и вы друг друга, грубо говоря, лайкаете, да? И повышаете таким образом этот кредит скор. В принципе, да. Вот это, наверное, тоже вариант. Вот. Но, тем не менее. А вот. Ну, вот такая вот урловская система, получается, будет, да? Кстати, в принципе, для США, да, я уже считаюсь террористом, кстати. Потому что отрицают этот, ну, вирус и всю эту пандемию, да? То есть, да, есть вирус, но, как бы, он не настолько опасен, по крайней мере, для молодых людей. И не стоило закрывать всю экономику, да? Вот. И согласно американскому законодательству, я уже террорист. Вот. То есть, все вот эти вот... В Австралии тоже пропихнули этот закон уже. То есть, если вы будете рассказывать... Ну, это, по-моему, называется conspiracy theory, закон, что-то такое. Они могут закрывать таких людей в тюрьму на неопределенное время. Вот вам система и работает. Вот. Весело, да? И такое же будет и у вас. И, в принципе, они хотят прокахнуть все это дело по всему миру. Если понравилось видео, ставьте лайки. И пока-пока.